Всем привет! Сегодня у нас маникюр на клиенте. Маникюр, так сказать, с нуля. И я буду показывать только одну руку, потому что у девочки вторая рука сломана. Да, вот такой вот несчастный случай. И поэтому мы делаем красоту на одной руке. Мы будем делать наращивание. А на второй руке, на которой гипс, там все в порядке с ногтями, и мы их просто накрасим. Отодвинула я все пушером, беру вот такую фрезу пламя, обрабатываю боковые валики, приподнимаю кутикулу. Маникюр Затем беру корондовый конус и уже хорошенько вычищаю аптериги и еще больше приподнимаю кутикулу. Беру пилочку для натурального ногтя и подпиливаю все неровности ногтей. Нарничками удаляю кутикулу. И зашлифовываю все. Беру с шариком. Спиртом убираю весь аппил и обжариваю ногти. Но потом я вспомнила, что я еще их не бафила. Начинаю бафить, потому что пластина была без покрытия и нужно приподнять чешуйки ногтя для лучшего сцепления, так сказать, с базой. Беру тонкую кисточку и тонким слоем наношу базу от Seviland. В данном случае мне пока выравнивание не нужно. Беру капельку полигеля, распределяю ее по ногтю кисточкой, смоченную спиртом. Пока что без формы, потому что ноготь очень короткий и даже под него форму никак не поставить. Поэтому сейчас такой вот пирожок сделали. Просушили, делаю аппил. Поставила форму и теперь доделываю длину. Ногти будут не слишком длинные, маленькие, аккуратные, потому что своя ногтевая пластина очень хорошая. Но по каким-то причинам все ногти на этой руке поломались, а на другой руке все целые. Так что будем просто наращивать на этой руке и ждать, когда отрастут свои натуральные ногти. Ну, в общем-то, нарастили мы тут уже на всех пальцах. Протираю все спиртом, весь аппил, который я делала. И сейчас я делаю выравнивание базой. Ну, этот пункт, конечно, можно обойти, если у вас очень ровно получился аппил. Но у меня не очень ровно, я думаю, получился. И я все равно выравнивание делаю. Выбрали мы вот такой темный лак. Я даже не знаю, что это за цвет. Темно-фиолетовый или какой-то темно-баклажановый. В общем, выбрали вот такой темный цвет для подложки. Сейчас мы используем кошку от Севиленд. Она такая интересная, наносишь золотым. Но когда прикладываешь магнитик, все золото собирается в полосочку. В общем, смотрится очень круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, тут на меня напало творческое вдохновение. И мне захотелось нарисовать веточку. Клиент был не против моих художественных порывов. В общем, вот я тонкой кисточкой краской от Белли Пайли, не знаю, как правильнее назвать. Вырисовываю тут полосочки. Ну, так сказать, веточки для листочков. И, соответственно, сами листочки. Краска мне вот эта белая очень нравится. У меня вообще никаких претензий к ней нет. Кисточки, вот эти три штучки золотые из набора. Мне тоже очень нравятся. Я их даже не выстригала. Они достаточно тонко рисуют линии. Затем я беру золотую краску от Белли Пайли. Тоже она клевая. Ну, просто клевая. Больше нечего сказать. И закрашиваю серединки, чтобы, так сказать, дополнить рисунок. Ну, и в завершении покрываю все топом от Savile Lenton, без липкого слоя. Вот, что в итоге получилось. Я думаю, что достаточно неплохо. Но наша цель, так сказать, отрастить натуральные ногти. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.